здравствуйте друзья сегодня как я и обещала я вам расскажу финансовую сторону ремонта и откуда мы берем деньги и сколько вообще там все это стоит хотя сколько это стоит я даже боюсь произносить эту цифру потому что когда я ее произношу у меня возникает ощущение что я откусила кусок который не могу пригласить но кусок откушен надо как-то пытаться его проживать и поэтому я еду туда откуда я надеюсь получить деньги а именно я еду в лес ну я поверну камеру на дорогу потому что так смотреть на саму себя и вести машину не очень удобно но буду вам рассказывать и так знаете вот когда еще ну раньше я была молодая может быть маленькая так мечталось не то чтобы прямо мечталась на надо думалось вот как было бы хорошо если бы где-то в какой-нибудь далекой америке какой-нибудь совершенно неведомый нам троюродный дядюшка помер и оставил нам наследство причем в таких вот мыслях наследство это всегда что-то такое большое это красивый дом шикарный и круглый счет в банке но теперь вот я понимаю что хотя никакого конечно дядюшки подобного нет в помине но нам все равно повезло наши предки оставили нам наследство конечно это не круглый счет в банке и это не шикарный дом но это кое-какая недвижимость а именно это земля это порядочный кусок земли это вот этот дом который сейчас ремонтирую ну еще там кое-что там в риге квартира это уже от моих родителей ну и что-то такое там по мелочам и теперь да но это конечно все вы понимаете принадлежит не мне лично это принадлежит всей нашей семье то есть это я моя сестра инга моя дочка и мой папа и ну папа конечно это больше из тех кто оставил наследство ну а наше вот более молодое поколение насколько это можно назвать молодым но тем не менее наша задача это если не приумножить то хотя бы сохранить и вот на этот дом у нас тоже есть свои планы но прежде чем этим планом сбыться его надо отремонтировать этот дом цены я вам сразу скажу запредельные запредельные мне страшно произносить эту сумму полностью потому что я думаю что она еще будет увеличиваться но я вам скажу вот например сделать столько электричества по всему дому это шесть тысяч это только одно электричество ничего другого ну правда с материалами с работой совсем шесть тысяч это ну вот разобрать вот только разобрать ободрать эту штукатурку вывести там вы не вывести разобрать печки это где-то две с половиной тысячи без вывоза то есть как выяснилось за вывоз всего этого хлама это еще вот 240 евро за один такой маленький стип но по-английски стип как он по-русски забыла русский язык контейнер контейнерчик вот и плю это конечно нижняя не один и даже вот то что мальчики вывозили на грузовике они просто подогнали большущий грузовик туда закидывали мебель и кирпичи все это увозили на на деревню как говорится но за это тоже конечно же не бесплатно вот я уже мальчиком 180 евро заплатила и это еще не конец то есть это это вот я только вот вам озвучила такие вот ну маленькие какие-то маленькие вот такие вот там работы начальные сколько все остальное стоит я буду говорить потом потому что я даже сейчас ну я не то что я суеверная не суеверная но мне страшно произносить эту сумму как обстояло дело почему мы так долго тянули вот все лето ничего не было ну как говорится все это люди взрослые все понимают дело в деньгах или они есть или их нету и если их нет или их не хватает но вот появляется такая вот вся растянутость когда люди которые делали внешне внешне всю эту реновацию дома они они посчитали сколько будет стоить внутренние озвучили мне как говорится поплохело образно говоря конечно я сказала ой и решила что нам надо найти кого-то подешевле начали с поиски кого-то подешевле вроде бы кого-то нашли ну знаете как это бывает хорошая дешевая не бывает вот так оно и бывает извините за тавтологию довольно знаете трудно вести машину и рассказывать но у меня просто времени другого не будет поим и покрутившись покрутившись все таки вернулись опять к этим строителям которые делали нам внешнюю часть дома они сделали очень очень хорошо мы были очень довольны ну и как говорится уже мы их знаем и лучше уже пусть будет чуть чуть подороже но зато уже я не буду в них сомневаться и вот сейчас все это началось договорилась я с ними так что они делают какой-то один этап я плачу потом следующий этап я опять плачу потому что я очень боюсь остаться в долгу на весь ремонт денег нас настоящий момент не хватает не хватает и вот я еду туда где находится наше имущество как я уже говорю в лес потому что недвижимость наш этот кусок земли это дом но недвижимость она есть недвижимость она не двигается если с ней ничего не делать толку с нее никакого и эта земля может стоять годами десятилетиями мы ею не пользуемся толку никакого абсолютно только налоги платить и я решила что я продам часть земли не всю но некоторую часть даже не половину гораздо меньше половины пока ну для того чтобы ее продать тоже надо как-то привести к тому чтобы она стоила как можно дороже сейчас мы подъедем посмотрим что вообще делается чтобы немножечко поднять стоимость земли ну вот друзья а сейчас мы на том кусочке земли который я предназначила для продажи и я расскажу как я пытаюсь поднять стоимость этого куска земли это лес лес он в общем то стоит дороже чем сельскохозяйственная земля у нас потому что у нас земля но на низкого качества низкого плодородия вот тут вот глина камни ничего хорошего нету лес стоит гораздо гораздо дороже ну вот этот лесок такой симпатичный березки такие которые вы видите по всем документам по всем бумагам считается пастбище почему потому что еще совсем недавно где-то лет 30 тому назад это и в самом деле было пастбище потом она стала постепенно зарастать березами осиной ольхой белая ольха серая ольха и превратился вот такой вот лес и теперь мне надо перевести это в покрытую лесом площадь то есть надо сделать эскиз подать заявление придет лесник посмотрит отправит мое заявление дальше и возможно ну скорее всего это приведут покрытую лесом площадь потому что это уже большой лес и при продаже это будет стоить гораздо выше чем если продавать его как пастбище и вот еще один пример как лес может вырасти без всякого участия человека просто на площади которую оставили в покое поэтому я уже много раз говорила еще раз повторяюсь если лес вырубили ну то есть забрали древесину и оставили этот кусочек в покое просто в покое там ничего не строят там ничего не пашут там не пасут никаких животных это очень важно очень важно коровы овцы их козы вытаптывают все абсолютно там уже никакого леса не будет просто оставили в покое и лес вырастет просто вырастет ну как но при условии с ли этот кусочек земли не где-то в пустыне а где-то среди других лесов где есть откуда прилететь семенам то вполне даже вырастет ну вот друзья теперь моя задача перевести это покрытую лесом площадь и потом продать продаю я ну прямо скажем без особого сожаления потому что на нам он не нужен мы ничего тут не делаем до лес очень симпатичный но держать кусок земли просто из-за того что он симпатичный но это как-то тоже неправильно пусть это кому-то другому принадлежит мне некоторые советовали что вначале надо вырубить а потом продавать ну во-первых тут рубить пока еще нечего тут надо делать эту пресловутую рубку ухода то есть вот побольше березы оставлять вот такие вот маленькие хиленькие вырубать вот какие-то там салекс один из видов так по-латыни салекс так по-русски его один из виды вы бы вот это все тоже вырубается остаются такие перспективные березы и выращивается древесина древесина это без всяких там восторгов о том что люди заботятся о лесе люди выращивают лес люди выращивают лес для древесины вот пусть кто-то другой этим занимается вот так друзья мои вот так вот пытаюсь я достать какие-то деньги из леса плюс к этому да я уже прошлые видео показывала в прошлом году мы тоже рубим лес это уже сажали елки потому что государство это поддерживает и сейчас надо делать уход за этими самыми елками искать рабочих что очень непросто очень платить этим рабочим естественно уже потом 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 государство вернее европа возвращает эти деньги плюс еще что-то сверху что можно в общем-то ну на чем можно немножечко чуть-чуть заработать вот так вот я пытаюсь найти деньги из нашей недвижимости что-то из нее поиметь вложить в дом и потом возможно реализовать то что мы задумали делать с этим домом об этом я возможно расскажу позже если наши задумки получатся ну вот друзья я на сегодня с вами попрощаюсь я поеду домой посмотреть как там дальше идет деконструкция моего дома до конструкции время еще пока не дошло а вам всего самого доброго живите счастливо так как вы сами того хотите чтобы вас все было и чтобы вас не было материальных проблем это как бы не банально это звучало как бы это может быть даже как-то цинично немножко звучит но это верно увы мы живем материальном мире всем самого доброго мои хорошие и до свидания